В Забайкальском мужском монастыре в честь Успения Божьей Матери завершилось строительство небольшого превратного храма-часовни. Остались отделочные внутренние и внешние работы и подведение коммуникаций. В минувшее воскресенье состоялось освящение и подъем куполов, увенчанных крестами, на храм и центральные врата. Хотя мы порою произносим освящение куполов, но купола освящаются только вкупе с крестом. Ведь вообще, в принципе, все вокруг креста. Причем креста не просто как символа перекрестия двух линий, а креста как символа и напоминания той жертве, которую принес наш Спаситель на этом кресте. Освящение и водружение креста и купола на храм – это очень значимое событие. Когда мы видим крест церковный на куполе храма, православный человек даже уже не задумываясь, обращаясь к этой силе, призывает помощь Божию через то крестное знамение, которое на себя налагает. Мастера Челябинской изготовили купола и приняли участие в их установке. По традиции верующие во время подъема непрестанно молились. Уже через несколько минут четыре маковки засверкали на ярком солнце. Одна большая на храме и три на вратах. В православной символике это имеет свое значение. На самом храме один купол, три купола над вратами над входными, но три, известная троица, один – это Господь, единый, неделимый. Подняли купола с крестами в мужском монастыре накануне одного из почитаемых праздников – Покрова Пресвятой Богородицы. На Руси любят этот праздник, потому что люди верят, что Богородица не оставит их без защиты и своего покрова. Студия «Слово» Забайкальской митрополии.